Депутаты предложили уволить Байсалова, а Аклбек Джапаров поощрить. Талайбек Байгазеев может раскошелиться на смартфоны для пенсионеров. Государство опять получает иностранные денежки, а ГКНБ спас рога. Интересно, рассказываю всем пламенный салам, это не новости и я, тетя Олеся. Ну что, начнем? Конечно, с хорошего, а как иначе-то? Сегодня в первомайском суде Бишкека продолжаются предварительные слушания по кемперабадскому делу. Начались они еще вчера, 22 июня. Заседание, разумеется, закрытое и длиться оно будет явно немало. Пока известно, что еще двоих фигурантов отпустили под домашний арест. Риту Карасартову и Атая Бишенбека. Пока в СИЗО остаются еще 14 человек. Решение по ним предположительно будет во вторник. Думаю, по этому делу будут хорошие новости. У общественности есть вся информация о процессе. Надеюсь, все они выйдут на свободу. Продолжаем о другом. Энергетика наша все еще без штанов, но некоторые дыры залатало. И не без помощи международных организаций, разумеется. Сегодня агентство ЮСАИД вручило специально закупленные умные счетчики нашему министерству энергетики, сообщает пресс-служба. Вся эта помощь оказана в рамках проекта Power Central Asia, который рассчитан на 5 лет. Общая стоимость его 39 миллионов долларов. Но не все бабло только для Кыргызстана. Участники, получающие помощь, это вся Центральная Азия. Мы – Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В этот раз для нашей страны ЮСАИД закупил 128 приборов учета и 104 интернет-модема. Их доставили в Бишкек 6 июня. Талайбек Ибраев, глава Минэнерго, отметил, что при поддержке ЮСАИД разработан и сайт министерства, и нормативные акты для регулирования действий ОНОВА. Не могу не отметить оказываемую ЮСАИД техническую помощь расчетному центру в его остановлении. Сегодня мы принимаем умные многофункциональные счетчики АСКУЭД для закрытия всех точек учета на межгосударственных линиях электропередач с соседними энергосистемами стран Центральной Азии. Также со стороны ЮСАИД была оказана поддержка программного обеспечения, позволяющего в автоматизированном режиме формировать прозрачный баланс электрической энергии по энергокомпаниям и в целом по республике. И надеюсь, такая помощь будет продолжена до запуска работы рынка электроэнергии в Кыргызской республике. Ого, сколько помощи! И все от международных организаций. И это не все. В этом году, говорит министр, запланировано строительство здания Баткенского ПЭС, поэтому, товарищи ЮСАИД, окажите, пожалуйста, помощь в создании диспетчерского центра. Так это, получается, опять же ничего нового, государство главный грантопотребитель и иноагент? Да не, вы не понимаете, это другое. Я же дал клятву не прикасаться перстами к презренному металлу. И я не нарушу эту клятву. Но если на золи вы и миряне суют мне всякую дрянь вот в этот карман или в этот карман, то грех они берут на свою душу. Да действительно, суют и суют эти деньги, спасу никакого нет. А тем временем, еще один комитет Джогуркукинеша намерен рассмотреть скандальный законопроект об НКО на заседании во вторник. Это комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Выступать будут все те же на манеже. Главная инициаторка законопроекта Надира Норматова опять будет объяснять коллегам, кто такие Бузукулар и прочие ино. Как думаете, что решат? Если все комитеты это одобрят, то закон вынесут на общее заседание ЖК, а там жди беды. Потому что этот закон будет опасен не только для каких-то там НКО, он коснется каждого. Напомню, у нас был эфир Нити Накала с Эмитей Маманбековым, где подробно объяснены риски для каждого из нас. Всем советую посмотреть. Ну и в продолжение темы. Законопроекты о СМИ и о НКО приближают Кыргызстан к авторитаризму, считают представители IPI – Международного института прессы. Они вместе с партнерскими организациями упрекнули власти Кыргызстана в игнорировании их обращений по поводу противоречивых и опасных законопроектов. Хотя эти два закона, ну о СМИ и НКО, отдаляют страну от международно признанных базовых принципов и приближают к авторитарным моделям правления. Печально известный российский закон об иностранных агентах вдохновляет на аналогичные меры в регионе. В то время как граждане Грузии успешно выступили против законопроекта об иностранных агентах в марте, Кыргызстан рассматривает аналогичное предложение, которое, по словам экспертов, основано на российском законодательстве, которое использовалось для подавления независимых СМИ и гражданского общества. Параллельно парламент Кыргызстана обсуждает новый закон о СМИ, принятие которого может означать конец независимой журналистики в стране. Международные организации призывают власти Кыргызстана отказаться от принятия таких острых законопроектов. Ну а теперь переходим к другой теме, тоже интересной. Накануне парламент принял решение лишить должности замглаву Кабмина Эдиля Байсалова. За проголосовали 72 депутата. Остается дело за малым подписать президенту. Но что мы видим сегодня? Сегодня прямой руководитель Акалбек Джапаров поощряет подчиненного Байсалова. Акалбек Джапаров присвоил ему чин – государственный советник государственной гражданской службы третьего класса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. По данным пресс-службы Кабинета министров, его работу отметили к празднику. Сегодня ведь день государственных и муниципальных служащих Кыргызстана. И вот мне интересно, это конфетка, чтобы подсластить горечь от утраты должности, или все-таки маячок для других, мол, смотрите, товарищи депутаты, вы бузите, а мы поддерживаем. Но долго думать про Байсалова толку нет, от этого картина яснее не станет. Надо ждать решения президента. Вместо этого пока я интересную новость расскажу вам. Накануне на заседании парламента замглавы Минэнерго почти пообещал купить пенсионерам в Бишкеке смартфоны. Теперь рассказываю. Накануне в парламенте обсуждали законопроекты от Минэнерго. В середине прошлого месяца стало известно, что Национальная электрическая сеть Кыргызстана планирует отказаться от бумажных квитанций для бытовых абонентов и перевести всех на онлайн-оплату через приложение. Для этого Неск запустила пилотный проект с приложением Мой Свет. Но вот незадача. Некоторых людей эта инновация охватить не сможет, потому что есть люди без смартфонов, те, кто даже пользоваться ими не умеет. Да, это не все пенсионеры. Большинство помогают осваивать технологии более молодые родственники. Однако есть все-таки люди, которые в принципе не имеют навороченных гаджетов и не обладают навыками их использования. Что же с ними делать, поинтересовался депутат Дастан Бекешев. Будем помогать, говорит замминистра энергетики Талайбек Байгазиев. Нет, давайте по факту. Вот ко мне с 4-го микрорайона обращаются, с 10-го микрорайона обращаются, с 12-го микрорайона обращаются. Пенсионеры говорят, как мы будем получать электронную квитанцию, если у нас телефон кнопочный. Поэтому я задаю вопрос. Вы готовы купить им телефон сенсорный, обучить их, интернет оплатить им? Ну как Таярвус? Бюджет парового шоу? Вы можете купить, обучить пенсионеров пользоваться, чтобы они могли электронную квитанцию получать? Вы можете купить бумажный вариант, как дублирующий. Нет, это очень хорошо. Вы можете купить пенсионеры, которые не могут это покинуть. Да, ухуқ беш керек бүл жерде. Да, как бы и не совсем пообещали, но мало ли че, вдруг реально можно от государства хоть что-то, какую-то адресную помощь получить. Пока этот проект пилотный и функционирует он не везде, но в будущем на приложение «Мой свет» министерство хочет перевести абсолютно всех абонентов. Сифровизация полным ходом. Кстати, я попробовала скачать приложуху, абонент, ну, я не найден. А у нас на кухне газ, а у вас, а у нас водопровод. Вот. А у сил воздушной обороны вооруженных сил Кыргызстана новый вертолет Ми-17Б-5, сообщила пресс-служба Минобороны. Купили аппарат в рамках контракта с АО «Рособоронэкспорт». Естественно, за деньги из нашего республиканского бюджета. Почем не сообщили, зато сказали или даже пообещали, что вертолет существенно повысит возможности вооруженных сил в решении поставленных задач. Надеюсь, не чью-то попку покатать, у нас же для этого другие вертолеты имеются. А вот реально для работы. Зато если посмотреть примерную цену в интернетах, то штука эта не дешевая. Около 12 миллионов евро стоит. Его вместимость составляет до 26 человек, а максимальная дальность полета с основными баками – 610 километров. АГКНБ, молодцы, предотвратили контрабанду рогов сайгаков в Китай. Согласно оперативным данным, в соседнюю страну нарушители хотели переправить 160 килограммов товара. Это 845 единиц рогов исчезающего краснокнижного животного, сообщает пресс-центр ведомства. По итогам следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территорию Кыргызской республики незаконно завезены рога сайгака и планируется их контрабандный вывоз в КНР. Основные исполнители были задержаны на месте преступления при перевозке незаконного груза. Рога ехали из Казахстана в Китай транзитом через нашу страну. Эксперты Национальной академии наук и Министерство природных ресурсов подтвердили, что рога принадлежат виду сайга, татарика. Эти животные внесены в Красную книгу как вид на грани исчезновения. Сейчас они обитают только в Казахстане, Западной Монголии, Узбекистане и некоторых регионах России. Теперь ГКНБ проводит следственные мероприятия и установление других лиц, причастных к незаконной перевозке рогов сайгака. Ведомство напоминает, что незаконная охота на животных, особенно занесенных в Красную книгу, влечет уголовную и административную ответственность. Другое расследование ведут сотрудники МВД. Накануне задержали мужчину, который пытался изнасиловать девушку возле ГУВД Бишкека неделю назад. Произошедшее запечатлели камеры наружного наблюдения. С заявлением в милицию обратилась потерпевшая. Сотрудники силовых структур задержали мужчину 1993 года рождения. И то ли он нынешний, то ли бывший начальник одного из управлений Министерства природных ресурсов и экологии. Сейчас он водворен в ВВС на 48 часов до избрания меры пресечения. Следственная служба УВД возбудила уголовное дело по статьям 37, покушение на преступление и 154, изнасилование Уголовного кодекса Кыргызской республики. Ну двигаемся дальше. Поставлять уголь на ТЭЦ Бишкека будет компания «Гефест» – отца бывшего депутата Джоннибека Абирова. Об этом «Кактус Медиа» сообщили собственные источники. УАО «Электрические станции» заключила с «Гефестом» прямой договор на поставку. До этого «Электрические станции» уже проводили тендер и выиграла его другая компания. Но итоги конкурса отменили. Теперь напрямую договорились с «Гефестом». Общая сумма соглашения – почти 3 миллиарда 300 миллионов сомов. На эти средства «Гефест» поставит 550 тысяч тонн топлива на ТЭЦ. Получается примерно по 6 тысяч сомов за тонну. Нехило. Не, в натуре класс. В предшествующем тендере участвовали две компании – казахстанская «Джеттострой ЛТД» и «Осо» – инновационная компания «Гефест» из Кыргызстана. Обе фирмы собирались поставить 550 тысяч тонн угля сорта «Шабаркуль», но с разницей в цене. «Гефест» указал ставку в 2 миллиарда 92 миллиона сомов. «Джеттострой ЛТД» – 2 миллиарда 885 миллионов, то есть на 34 миллиона дешевле. Разумеется, победила фирма с меньшей ценой, но электрические станции решили, а зачем так? Давайте по-другому, подороже. Слушай, а ловко ты это придумал? Я даже вначале не понял. Официальных данных на этот счет ОАО «Электрические станции» пока не давало. Вот такие сегодня не новости. Новости читайте в нашем телеграм-канале «Апрель ТВ» и в социальных сетях. Поставьте лайк этому выпуску, а комменты снизу тоже пишите. Это дело нужное. А я вас всех обняла. Пока.